Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Сандра Боттичелли. Сцены жизни Моисея или юность Моисея. Сандра Боттичелли был среди тех, кого папа Секст IV пригласил расписывать капеллу. На южной стене художники выполняли фрески со сценами жизни Моисея, описанной в библейской книге «Исход». И две из этих композиций принадлежат кисти Боттичелли. Как было принято в эпоху Квартаченту, живопись объединил в пространство одной настенной картины сразу несколько событий. Справа изображено, как Моисей убивает египтянина, поднявшего руками на еврея. Чуть выше, опасаясь гнева фараона, он бежит к землю Мадиамскую. Левея защищает дочерей священника Иофора от пастухов, пытавшихся отогнать их овец, от водопоя. Внизу в центре поют этих овец, а девушки смотрят на него с удивлением. Выше пасет овец у своего тесть Иофора. Увидев горящий куст, захотев посмотреть за него, Моисей слышит глаз Божий, что место, на котором он стоит, священное, снимает, как сказал ему Господь, свою обувь. В левом верхнем углу на горе Хариф, перед горящим терновым кустом, он слушает Бога, который приказывает ему везти народ Израиля и Египта, где евреи пребывали в рабстве. И, наконец, внизу слева показано, как Моисей ведет своих соплеменникам прочей земли фараоновой. Моисей представлен здесь и защитником, и смиренным помощником, и молящимся, и предводителем народа. Изображение персонажа в разных ипостасях, в пределах одной картины или фрески, помогало художнику раскрыть его внутренний мир. Это был прием, к которому уже не прибегали мастера следующего столетия, если только они не находились под влиянием искусств раннего возрождения. А Бутичелли показывает Моисея гневным и смиренным, выполняющим самую простую работу и беседующим с Богом, тем самым помогая понять сложную натуру своего героя. Сцены размещены в таком порядке, что композиции образуют завязаки – вверх-вниз, опять вверх и снова вниз, что вносит в нее разнообразие. Смысловыми акцентами служат изображения Моисея в желтом плаще, а в центре оказывается сцена у колодца с двумя девушками на переднем плане. Бутичелли, создавший в своих работах особый тип женской красоты, не мог отказать себе в удовольствии нарисовать юных в прелестных созданиях, похожих на два белых цветка. Вот такое описание к работе Сандра Бутичелли «Сцены из жизни Моисея» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». Субтитры создавал DimaTorzok